Добрый день! Государственная телекомпания Западной Армении представляет самое важное событие этих дней. Сегодня в эфире седьмая сессия второго созыва Национального собрания Западной Армении. Глава арцахского села Храмор рассказал об остановке на высоте Карагулух после вторжения азербайджанцев. Совет Европы призвал Турцию признать геноциды армян и соблюдать обстоятельства по защите армянского наследия. Депутат Бундестага считает необходимым найти политическое решение арцахского конфликта. Муниципалитет Бюракна заверяет, что запланированная теплоэлектростанция не будет построена. Сегодня день рождения героя арцаха Владимира Балаяна. Талантливая французско-армянская певица примет участие в концерте Хатан. 28 мая состоялась седьмая сессия второго созыва Национального собрания Западной Армении. На заседании присутствовали депутаты Западной Армении, президент Западной Армении Арменак Абрамян, члены правительства. Заседание вела председатель НС Нелли Арутюнян. После минуты молчания исполнения гимна Республики Западная Армения, Зартнирлау председатель Национального собрания Западной Армении Нелли Арутюнян представили предусловие и порядок дня заседания. В начале заседания депутат Симон Таронян представил в качестве кандидата в депутаты гражданина Западной Армении Асадура Балкеса, который был единогласно избран членом НС после представления подписи 30 граждан Западной Армении. Асадур Балкес родился в городе Дерсим Западной Армении, возглавлял различные общественные организации. В настоящее время он является председателем армянской платформы Дерсим в Дерсиме, одновременно возглавляет культурный журнал армянский Дерсим, посвященный той же платформе и является его главным редактором. Западная Армения поздравила нового избранного депутата и желает ему плодотворной работы. В следующем пункте повестки для председателя НС представил комиссии НС Западной Армении следующие документы. Юридическая комиссия, комиссия ветеранов и инвалидов, патриотических, государственных и общественных организаций, комитет по внешним связям и парламентским отношениям с другими странами, комитет по национальной культуре, искусству и наследию, традиционным знаниям, комитет по управлению образовательными, научными, коммерческими информациями и ресурсами, комитет по развитию экономики, финансов, экологии и энергетики, комитет по вопросам семьи, женщин, здоровья, детей и спорта, комитет по обороне безопасности и чрезвычайным ситуациям, совет по внутренним делам, парламентская комиссия по коммуникациям и этике, комитет по коммуникации, геноциду и компенсациям. В следующих выпусках новостей мы будем периодически представлять доклады и выступления сделаны на седьмой сессии Национального собрания второго созыва. Местные жители понемногу возвращаются домой. Об этом заявил глава села Харамор Зорик Абрамян. Он отметил, что 25% населения, в том числе женщины и дети, уже вернулись в свои родные очаги. Жители понемногу, подавая друг другу пример, возвращаются. «Люди стали заняться своей работой, возвращаются понемногу. Мы не можем позвать их всех сразу, поскольку мы должны убедиться в том, что люди в полной безопасности. Правда, и у нас есть позиции. В селе есть пункты российских миротворцев, но в любом случае, если завтра или послезавтра что-нибудь произойдет, то кто за это ответит? Обстановка на Карагулухском участке та же самая. Враг все еще там», – рассказал глава села. 7 июня Европарламент принял доклад по Турции, в котором призвал эту страну признать геноцид, совершенный против армян соблюдать свои обязательства. По защите армянского культурного наследия, доклад принятый 448 голосами «за», при 67 «против» и 107 воздержавшихся, коснулся последних усилий, направленных на урегулирование армянско-турецких отношений. Совет Европы, обращая внимание на решение, принятое структуру 15 апреля 2015 года, в память о жертвах геноцида армян, вновь призвал Турцию признать геноцид армян и полностью соблюдать свои обязательства по защите армянского и другого культурного наследия. В 17 пункте доклада отмечается, что Совет Европы приветствует принятие турецкими властями новой программы действия в области прав человека в марте 2021 года, хотя ряд проблем остаются нерешимыми. Они призывают турецкие власти активизировать свои усилия по эффективному решению ситуации курдов, армян и, в частности, цыганской общины. 42-й пункт приветствует недавнее сближение между Турцией и Арменией в связи с решением заключить двустороннее соглашение на значение специальных председателей и возобновить авиасообщение между двумя странами и призывает Совет Европы активно способствовать этому процессу и также еще раз призывает Турцию признать геноцид армян. В интервью Армен Прессмансман отметил, что Германия способствует усилиям Минской группы ОБСЕ в переговорах по арцарскому конфликту. Как член Минской группы, Германия поддерживает усилия сопредставителей Минской группы в переговорах по урегулированию арцарского конфликта, принимая во внимание такие военные столкновения между Арменией и Азербайджаном, которые начались в 2022 году и продолжались до ноября. Германия считает, что необходимо найти политические решения конфликта. После столкновений Германия оказала гуманитарную помощь 2 миллионов евро на уровне Международной организации Красного Креста. Каким бы враждебными ни были отношения между Турцией и Арменией, мы сталкиваемся с реальностью, что Армения и Турция становятся все более взаимосвязаны в контексте глобализации. Армения должна оставаться открытой для развития мира и торговли, сказал Мансман. Бюраканская областная администрация оккупированной Западной Арменией выступала с письменным заявлением по поводу строительства теплоэлектростанции в селе Халфан Пенгерской области, где утверждалось, что она не будет построена. По данным администрации области, на ней планировалось добыть 78 миллион тонн угля. В заявлении говорится следующее. Использование 78 миллионов тонн угля провинции Корлова будет осуществляться на конкурсной основе без создания тепловой электростанции. Запасы в указанном районе могут быть добыты открытым способом, а доставка будет осуществляться путем заключения контракта с операторами, выигравшим конкурс в соответствии с положениями контракта и техническими условиями. Целью конкурса является не создание тепловой электростанции, а использование угля в интересах экономии. Западная Армения не может оставаться равнодушной к подобным событиям, поэтому поднимает свой голос против незаконного использования природных ресурсов на собственной территории. Владимир Балаин родился в 1958 году в селе Мохратах Мартагердского района. Служил советской армией. Когда мирные митинги арцахского движения сменились вооруженной борьбой, Владимир был командиром отряда на первой линии. Был командиром Арцахского фронта. Освобожденной армией участвовал в освободительных боях различных регионов. Только дважды участвовал в освободении Мартагерда своим отрядом. Вместе с командиром Леонидом Асгалдяном и главным инструктором Арменагом Апраамяном участвовал в освободительных боях в различных регионах. Дважды участвовал в освобождении Мартагерда своим отрядом. Погиб 9 июня 1992 года в окопах села Чайлу. Посмертно был награжден орденом боевой крест первой степени и медалью за храбрость. 31 августа по случаю 28 годовщины провозглашения Арцахской республики за исключительные заслуги, мужество и храбрость в Организации обороны Арцахской республики Владимир Балаем Пасмертно был награжден высшим званием Героя Арцаха с вручением ордена Золотой Орел. Хатан – это программа, разработанная и реализуемая швейцарским гуманитарным фондом КАЗА. Она направлена на продвижение существующих социальных предприятий и стимулированное зарождение роста новых программ. В настоящее время программа действует в Армении в Арцахе. Она и талантливая французская певица армянского происхождения, которая сразу же выразила свою поддержку этой инициативе. Она успешно участвовала в конкурсе «Голос». Вы можете узнать больше об «Анаид» в первом номере журнала «Анаиды», который издается во Франции на разных языках и выходит каждые два месяца. В журнале «Анаиды» вы можете познакомиться с множественными интересными фактами и также событиями Западной Армении и вокруг нее. А сейчас музыкальная часть – армянская народная песня. ПЕСНЯ Полная версия этого видео доступна на нашем официальном YouTube-канале. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok